Здравствуйте! Это программа «Действительно так», где каждый может получить компетентные ответы на волнующий вопрос. В студии Гульнас Абдулины. Сегодня поговорим о развивающих курсах для людей преклонного возраста. Нужны ли они и какие современные методики могут помочь пенсионерам жить полноценной жизнью? Для тебя я пригласила в студию нашего постоянного, скажем так, эксперта, директора тренингового центра развития интеллекта по методике Васильевой Татьяна Толстого. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Гульнас! Куда ходят пенсионеры именно с интересом? На какие курсы? Сейчас очень популярный курс по ментальной арифметике сети Пифагорка среди бабушек. Очень хорошо развивает фотографическую память, наглядно-образную память, развивается мышление, развиваются скоростные характеристики, повышается внимательность, концентрация, умение слушать, слышать и быстро действовать. Ну а как эта методика может помочь пенсионеру справиться с проблемами, мы узнаем в нашем видеосюжете. Мария Васильевна – пациент психиатрической больницы. 65-летнюю женщину привезли на скорой. Пенсионерка шла по улице без одежды. Я вот это не узнавала. Сняла все дома. И плавки все. Забываю. Памяти нет у меня. Врачи отмечают потери памяти, как Мария Васильевна, зачастую страдают люди преклонного возраста. Несвоевременное лечение может привести к тяжелым заболеваниям, например, к болезни Альцгеймера, которая, как правило, начинается с кратковременной потери памяти. Вместо того, чтобы лечить болезнь, лучше ее предотвратить. Хорошая профилактика – активный образ жизни и курсы по ментальной арифметике, отмечают психиатры. Любая тренировка мозга в любом направлении, она дает возможность сохранить те нейрональные связи, которые в процессе физиологического старения или деменции, они разрушаются. Арифметика дает возможность создать альтернативные пути связи нейронов и тем самым, естественно, предотвратить это заболевание. Ментальная арифметика позволяет выполнять сложные расчеты буквально за несколько секунд. Обучают при помощи счетов. В Китае их называют абак, в Японии – сарабан. Самый главный вопрос. Как же все-таки мотивировать людей за 55 именно посещать эти курсы? Здесь, конечно, стоит посмотреть на их бывалые, скажем так, достижения, интересы и подогреть, скажем так, конкурирующий фактор. Все хотят выглядеть достойно, хотят выглядеть лучше других. Почему бы на этом фоне родителям не привести достойный пример и прийти вместе с ними на первое бесплатное вводное занятие? Компьютерные курсы, бабушка гламур и так далее, и тому подобное. Вот какие курсы есть у вас? Потому что в интернете большое разнообразие таких различных курсов. Как минимум три основные программы – это развитие риторики для поддержания речевого аппарата, это красивое умение говорить, преподносить себя, умение выступать на публике. Также у нас есть ментальная арифметика пифагорки, но она идет как интеллектуальный спорт. И это заменяет фактически, является альтернативой шахматам и физическим нагрузкам. Стандартным кроссвордам, да? Да, совершенно верно. Также у нас есть программа по развитию памяти, антивозрастная программа по методике Васильевой, где полный комплекс гармоничного развития и прокачки тех блокад, которые существуют уже с возрастом у пенсионера, они выполняют комплекс. Например, развитие зрительной памяти, запоминание алгоритма картинок, запоминание и работа с цифрами, умение читать, считывать и воспроизводить информацию, хранить ее долгое время и цитировать какие-либо цитаты из книг, учить детей. Получается, для пожилых есть какая-то такая уникальная программа, в которой уже вы учитываете все возрастные вот эти особенности, да? Да, безусловно. Поэтому группы создаются по возрасту, группы создаются с учетом их особенностей усвоения по времени, подбираются удобные дни и, разумеется, нагрузка распределяется равномерно. Есть ли вообще скидки, какие-то льготные условия для людей как бы преклонного возраста и вообще доступно ли это? Да, безусловно. Мы идем по льготному тарифу для того, чтобы действительно они находили возможность посещать наш центр. Поэтому одно занятие стоит 350 рублей, что в среднем 8 занятий в месяц и 2 800 за месяц обучения. Я думаю, особенно вот эти курсы нужны тем, у которых все-таки есть предрасположенность болезни Альцгеймера. Как профилактика, так и избавление от болезни Альцгеймера эти курсы действительно реально помогают. Единственный минус в том, что не все готовы это принять. И тут, конечно, важна помощь близких. Привести, помочь, возможно, в первое время посещать совместно курсы. Все гости нашей передачи мы просим сформулировать топ-3 злободивных вопросов. Татьяна, мы слушаем вас, что вы приготовили нам сегодня. Сейчас популярны курсы ораторского мастерства. Они только для взрослых? Они не только для взрослых людей от 16 и старше, но и также для детей от 7 до 10 и для подростков от 11 до 15 лет. Курс базовый составляет 3 месяца, но о продолжении совершенствовать свое совершенство нет предела, нет границ. Как выбрать обучающий курс? Для того, чтобы определить, что необходимо человеку, имея какие-то сложности и проблемы уже на протяжении работы, учебы и жизни, до этого просто необходимо записаться на первые вводные занятия и пройти диагностику. После обучения нужно ли закреплять полученные знания? У нас на тренинг-курсах, получая знания теоретически, вы сразу же отрабатываете практический навык, воплощаете их в умения и отрабатываете до уровня способностей. Разумеется, со временем, если не применять полученные знания, навыки и умения в жизни, они имеют способность угасать и отходить на второй план. Не стоит откладывать и дожидаться каких-либо проблем со здоровьем, стоит заниматься этим оперативно, не дожидаясь выхода на пенсию. Писать имейлы, здороваться по-китайски, бегло считать уме, научиться новому можно даже в преклонном возрасте. Главное, кому за 55 желание сделать жизнь ярче и интереснее. На этом все, с вами была Гульнаса Абдульна, вопрос экспертам, присылайте нашу электронную почту с tv-info-sobaka.bk.ru Макияж от Снежанны Казаковой. Твой образ, твоя тайна. Стиль для ведущей от Оксаны Исхаковой. Радио Комсомольская правда. Расскажем, обсудим. Звоните. Магазин мужской и женской одежды и аксессуаров «Золла». Стерлитамак, торговый центр «Арбат», второй этаж. «Золла». Позволь больше стиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова